В третий и заключительный соревновательный день Бакинского Кубка Мира по художественной гимнастике состоялись финалы по различным видам. Золотую медаль в упражнениях с обручем завоевала россиянка Арина Аверина. Серебряная награда досталась ее соотечественнице Александре Солдатовой. Третье же место заняла Алина Гарноська из Беларуси. Приуспели российские гимнастки и в упражнениях с мячом. В этом виде золота удостоилась Александра Солдатова, а серебра Арина Аверина. Бронзовая медаль у болгарской спортсменки Навианы Владиновой. Между тем в упражнениях с лентой Навиана Владинова завоевала золотую награду. Арина Аверина стала второй, а бронзовым призером стала белорусская спортсменка Алина Гарноська. А в упражнениях с булавами первое место заняла израильтянка Виктория Ваймберг-Филановская. Александра Солдатова стала второй, а бронзовая медаль досталась другой россиянке Арине Авериной. Участие в церемонии награждения победителей призеров Кубка мира по художественной гимнастике в индивидуальных выступлениях по четырем видам программы принимали вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, технический делегат Международной федерации гимнастики Даниэла Делекьяй, а также главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марьяна Васильева. На этих турнирах мы на этапах Кубка мира делаем первые пробы, потому что это первый год олимпийского цикла. И прежде всего хочу сказать, чтобы поменялись правила. У нас каждые четыре года есть какие-то дополнения, изменения. И сейчас всем гимнасткам очень трудно начинать. У вас прекрасные условия. Я думаю, что это лучшие в мире. Условия прекрасные, где есть возможность воспитывать молодых гимнастов, искать талантов. И, конечно, это заметно, что ваша команда тоже шаг за шагом растет и улучшает результаты. Что касается групповых упражнений, то лучшего результата с пятью обручами добились итальянские гимнастки. Серебряные медали завоевали представители Беларуси, а бронза досталась болгаркам. Мы очень рады, что заняли первое место. Мы много работали ради этого. Соревнования проходило тяжело, так как все команды очень старались. А в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками золотые медали заработали украинские гимнастки. Серебро выиграли представительницы Болгарии, а бронзу завоевали белорусские спортсменки. Думаю, что мы выступили неплохо, но в будущем нужно проявлять себя еще лучше. Считаю, что нам это по силам. До этого я приезжала в Баку на сборы, и мне очень понравилось. Это прекрасная арена, а сам город на самом деле особенный. Затем в национальной арене гимнастики состоялся гала-концерт и церемония закрытия Кубка мира. На гала-концерте выступили призеры соревнований и юные азербайджанские гимнастки. Напомним, что всего в Кубке мира принимали участие 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступили в индивидуальной программе, 57 гимнасток в составе 10 групповых команд.